Мирнинский район полностью обеспечивает себя молочной продукцией. Тем не менее, в начале зимы жители Алмазной столицы начали жаловаться на отсутствие изделий совхоза «Новый». О том, почему уменьшилось количество молочной продукции на прилавках «Мирного», смотрите в сюжете далее. В летнее время совхоз «Новый» перерабатывает до трех тонн молока в сутки. Зима, пусть и незначительно, но сказывается на объемах удоев. В это время года коровы дают меньше молока, поэтому на прилавках магазинов продукция поступает в ограниченных количествах. В зимний период у нас молока меньше становится в связи с тем, что дойные коровы у нас идут на отел. А летом, естественно, у нас повысится молоко, также будем обеспечивать всех спецпитаниями детских садов и наших дочек. Совхоз «Новый» выпускает продукцию только из натурального цельного молока. И можно не сомневаться, она полезна и соответствует всем необходимым нормам и требованиям. В качестве не стоит, мы никогда не давали повода для сомнения. На сегодняшний день мы, опять же, не скупимся на лабораторные исследования. На сегодняшний день у нас заключено два договора с государственными лабораториями. Это Роспотребнадзор и ветеринарная испытательная лаборатория «Мирного». Повышение качества выпускаемой продукции – главная задача работников совхоза. Совсем недавно на молокозаводе появился новый гомогенизатор. Закуплен и аппарат по устранению лишних запахов в молоке. В конце 2016 года мы установили новый гомогенизатор. Это вот это оборудование. Молоко с приемки идет через нагреватель, проходит сюда по трубам, она разбивает белки и делает однородным молоко. И после этого молоко очень вкусное. До 2020 года 90% молочной продукции в магазинах должны быть отечественными. Такую задачу поставило правительство России. Отрадно, что в Мирненском районе местные производители уже успешно конкурируют с европейскими и российскими. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».